Крутить педали с комфортом. В Иванове торжественно открыли первую в городе велодорожку. Общая протяженность выделенной полосы 660 метров. Расположилась она на отрезке улицы Ермака от проспекта Ленина до Тимирязева. Но воплощение проекта ушло около двух лет. Это время понадобилось, чтобы убедить общественность в необходимости создания дорожки. Были замечания. Мы несколько раз выезжали сюда, смотрели разметку, смотрели, как спиленные сучки у деревьев, чтобы за них не задевали. Смотрели, как профиль, как качество покрытия. И вот сейчас оно уже соответствует. Сейчас мы довольны. Выделенная полоса для велотранспорта позволит вывести организацию дорожного движения на новый уровень. Дороги станут безопаснее, если развести пешеходные и велопотоки. На данной велосипедной дорожке могут двигаться исключительно велосипедисты. Соответственно, пешеходы, водители мопедов и тем более водители автомобиля не могут выезжать и выходить на данную велосипедную дорожку. За несоблюдение правил нарушители понесут административную ответственность. Для пешеходов выход на велодорожку будет стоить 500 рублей. Для водителей мотоциклов и автомобилей – 2000. Запрещено также кататься по выделенной полосе на роликах, скейтах и гироскутерах. Здесь участки есть на этой улице, которые предназначены для пешеходов, на которой мы находимся. Это велодорожка, на которой приоритет отдан только велосипедистам. И есть дорога, которая для автомобилей. То есть это самая, что ни на есть, современная дорога для современного города. Чтобы превратить Иваново в современный европейский город с развитой сетью велодорожек, потребуется немало времени и денег. Пилотный проект обошелся муниципальному бюджету более чем в 2,5 миллиона рублей. В следующем году планируется продлить велодорожку до парка Степаново. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.